Военные-то не остались, да, фотографии вообще? Нету, 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 мы не фотографировались. Нам не до этого было. В гости к Ирине Титовой социальные работники заглядывают часто, не только чтобы помочь, но и просто поговорить. В апреле ветерану исполнилось 93 года. В 41-м 15-летней девочке она пошла на курсы медсестер, и её фронтом стала работа в военных госпиталях. За самоотверженный труд Ирина Михайловна награждена орденом Великой Отечественной войны второй степени. Хотя о своем вкладе в победу ветеран говорит очень скромно. Я была массажистка, лаборанка. Понимаете, куда пошли, туда идут. Я выступала, пела раненым. Пели мы, вот. Кровь сдавала раненым. За время войны медики курорта сдали около 20 тысяч литров крови. Во многом это помогло вернуть в строй более полумиллиона солдат и офицеров. Во время войны школы, гостиницы и санатории курорта были переоборудованы в госпитали. В палаты превратились коридоры и холлы, кабинеты врачей и подсобные помещения. В день 50-летия Победы в Сочи торжественно открыли вот этот мемориальный комплекс «Подвиг во имя жизни». Под аркой, которая символизирует дорогу жизни, расположены три скульптуры – хирург, медсестра и раненый солдат. 9 мая – это место встречи ветеранов, чьим фронтом были военные госпитали. К сожалению, с каждым годом участников войны остаётся всё меньше, а состояние здоровья не всегда позволяет им присоединяться к торжествам. Добрый день, здравствуйте. Накануне Дня Победы сотрудники Хостинской прокуратуры навестили ветерана дома. Пришли с цветами и подарками. Но больше всего Ирину Михайловну растрогало выступление юного гостя. И вас, ветеранам, прославить за подвиг, за жизнь, за весну. Цель одна – во-первых, не забыть и научить подрастающее поколение на примере наших дорогих ветеранов, что война – это плохо. Вот, наверное, это воспитательная цель. Я думаю, что в будущем это будет тоже наша хорошая традиция именно с детьми посещать ветеранов. За чаепитием гости слушали рассказ ветерана о войне и, конечно, договорились встретиться и отметить 75-летие Победы.